Хожу по английскому, по русскому, по всем предметам, которые я сдаю. И это получается 8 тысяч за месяц. Все вместе. Ровно 75 дней осталось до начала одного из главных испытаний в жизни школьника. А потому родители не скупятся. Около 10 тысяч в месяц из семейного бюджета утекает в карманы репетиторов. Набрать максимальное количество баллов и поступить в ВУЗ – мечта выпускника, воплотить которую с каждым годом становится все сложнее. Скучать современным детям явно некогда. Что не готово, в процедуре сдачи ЕГЭ появляются все новые и новые изменения. Едва утихли страсти по тотальному контролю, появление у школы камер и некоторых других изменений 2015 года, как учеников, накрыла новая волна паники. Тестовая часть с вариантами ответов в заданиях по истории, обществознанию, географии и информатике исчезнет. А это значит, что исчезнет и возможность угадать правильный ответ. Я думаю, это хорошо. На самом деле, потому что проверяет уровень знаний, умений учащихся более точно и объективно. Кроме того, в ЕГЭ по истории теперь будет нужно написать историческое сочинение. На все про все времени дается больше – 3 часа 55 минут. 11-классники к таким изменениям готовы. Скажем, большие, они считают, что нововведение способствует повышению уровня их знаний. Надо – значит надо. Хотя, не скрывая, все знать невозможно. Насколько бы вы хорошо не занимались, не существует варианта, где вы 100% напишите, например, на 90, даже если вы всегда писали на 93, на 99. Это всегда есть. Да и много раз случалось, когда ученик знает предмет просто на невероятном уровне. Он готовился, уже даже больше 4-х лет ходил к репетиторам, даже ходит в специализированную школу, и при этом сдал не на 100 баллов, а на 80 или даже ниже. Просто вам может не повезти. Тумен уверен, основная причина, по которой усложняет сдачу ЕГЭ, это острая необходимость страны в специалистах рабочего профиля. Не поступил в ВУЗ, пошел работать на завод. Что касается экзаменов, есть еще несколько изменений. В 2016 году у нас на 10% увеличивается аудитория в пунктах проведения экзамена в режиме онлайн, в виде наблюдения. Также увеличивается у нас количество пунктов проведения экзамена, в которых обработка экзаменационных материалов будет осуществляться на местах, то есть печать КИМ в аудиториях и сканирование. В 2016 году в целом все видеоматериалы у нас будут храниться до 1 марта следующего года. А вот изменения в экзамене по обществознанию порадовали школьников. В результате перегруппировки заданий общее количество сократилось на 7, тогда как первичный балл остался прежним. Елена Власова, Жаргал Цериндашиев. Новости дня.